Украинская армия должна быть на 100% контрактной, Арахамия. Украинская армия на 100% должно быть контрактной. А в тылу все, что можно оптимизировать, должно быть автоматизировано. Об этом заявил в эфире программы «Свобода слова» Сабика Шустера, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Для того, чтобы армия становилась сильнее, она должна быть на 100% контрактная. У нас сейчас есть и призыв, вы понимаете. Потому что государство очень много денег тратит на подготовку этого контрактника. Когда он увольняется, мы фактически неоптимально используем деньги, сказал Арахамия. Он добавил, что контрактная армия должна быть хорошо оснащена, иметь ракетную программу, иметь флот. А в тылу все, что можно оптимизировать, должно быть автоматизировано, отметил он. Напомним, ранее Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии. Он считает, что властям Украины стоит начать обсуждение данной инициативы и провести расчеты. Также сообщалось, что главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хамчак, заявил, что в Украине планируют отменить призыв на военную службу в ряды ВСУ. Такое ведение есть в перспективе при условии налаженной системы подготовки резерва. Новый выпуск «Свободы слова Сабика Шустера» от 16 октября. Отметим, что в новом выпуске «Свободы слова Сабика Шустера» эксперты поднимают актуальные для каждого из нас темы. Например, почему президент Украины Владимир Зеленский хочет провести всеукраинский опрос именно в день выборов, или сколько надо будет украсть, чтобы получить пожизненное. Также гости студии размышляют на тему того, смогла ли команда Зеленского найти механизм, как избавляться от коррупционеров и негодяев у власти, и кто разгонял фейки о проститутках на Майдане. Новый выпуск «Свободы слова Сабика Шустера» от 16 октября. Напомним, что в прошлом выпуске «Свободы слова Сабика Шустера» заведующая кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета имени АА «Богомольца» Ольга Голубовская рассказала о профилактике и лечении COVID-19, а также об изменениях в протоколе лечения коронавирусной болезни в Украине. Инфекционист Ольга Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19. Также инфекционист прокомментировала случаи повторного заболевания на COVID-19 и объяснила, почему ближайшие полгода будут очень тяжелые для Украины. Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19. Кроме того, в эфире министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в нашей стране такая сложная ситуация с коронавирусом. Степанов оправдался за тяжелую ситуацию с коронавирусом. А еще руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал о последних результатах исследований COVID-19. Андрей Александрин высказался о результатах исследований COVID-19. Помимо этого, лидер сборной Украины по футболу Тарас Степаненко рассказал о симптомах коронавируса, которые были у него. Тарас Степаненко рассказал про симптомы COVID-19.